Более 5000 окруженных пенсионеров получат прибавку к пенсии. Кого именно коснутся изменения и, главное, в каком размере? В первую очередь построившимся жилым объектом. Чтобы лично проверить исполнение майских указов, в Нинецкий округ прибыл полномочный представитель президента по северо-западному округу Владимир Булавин. Празднование одного из главных национальных праздников стартовало в округе. Как отметит День Олени наш регион, расскажем очень скоро. В августе работающие пенсионеры начнут получать пенсию в повышенном размере в результате ежегодной корректировки, которую производит пенсионный фонд. Перерасчет пенсий касается более 5000 окружных пенсионеров или 38% получателей трудовых пенсий в округе. На беззаявительный перерасчет страховой части трудовой пенсии имеют право получатели трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в прошлом году или первом квартале этого года уплачивали страховые взносы. В отличие от традиционной индексации трудовых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка носит сугубо индивидуальный характер. Трога предусмотрена для пенсионеров, получающих трудовую пенсию по старости и по инвалидности. Беззаявительная корректировка отличается от общей индексации, которая производится два раза в год с февраля и с апреля, тем, что процент увеличения пенсии с февраля и с апреля одинаковый для всех пенсионеров, но зависит от размера пенсии. Беззаявительная же корректировка зависит от получаемой заработной оплаты, отчисления страховых взносов и отработанного периода, то есть кто-то работает месяц, два месяца, кто-то работает весь период, весь год и квартал 2014 года. В этом году средний размер прибавки составит 300-350 рублей в зависимости от сумм страховых взносов, уплаченных за пенсионеров. Помимо корректировки трудовых пенсий работающих пенсионеров, с августа будет увеличена пенсия тех граждан, кто уже получает свои пенсионные накопления в виде срочной пенсионной выплаты или в виде накопительной части трудовой пенсии. Размер срочной выплаты будет увеличен на 2,3%, накопительной части пенсии на 2,9%. Ненецкий округ с рабочим визитом посетил полномоченный представитель президента по Северо-Западному федеральному округу Владимир Булавин, чтобы лично проверить реализацию майских указов президента России Владимира Путина. Многие направления работы в ходе исполнения майских указов требуют корректировки в связи с передачей полномочий из Архангельской области в Ненецкий округ, так как теперь реализация указов президента и решение других задач по развитию нашего региона в полном объеме ложится на плечи администрации Ненецкого округа. В ходе рабочей поездки полпредпрезидента обсудил с главой региона Игорем Кошиным дальнейшее исполнение майских указов, а также посетил ряд социальных объектов. Во время визита в Наринмар Владимир Булавин посетил строящийся в городе жилой квартал на улице Авиаторов. При осмотре микрорайона полпредпрезидента обсудил с Игорем Кошиным вопросы по обеспечению населения комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг. Новый жилой микрорайон на улице Авиаторов расположен на участке в 15 гектар. Это первая комплексная застройка в Наринмаре. В жилом квартале будет построено порядка 60 тысяч квадратных метров. Это примерно тысяча квартир. Из них в половину планируется переселить жильцов из ветких и аварийных домов. Остальные квартиры будут распределены между очередниками и новыми специалистами в сфере медицины. Микрорайон будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой. Строители возведут школу на 700 мест, детский сад на 220 мест, торговые центры и комплекс бытовых услуг. Как ни странно, объект был начан, квартал был начат в 2011 году. Потеряли практически год. Вот у нас заказчик город, подрядчик, ну, соответственно, строитель Версоем, а готовит всю инфраструктуру инженерную, значит, структура УКРГАЗ. Слегка подзатянули. В этом году весной мы благодаря нашей работе города, благодаря работе подрядчика город дал тепло. Подрядчик зашел внутрь, сумели активизировать. В июне собрались с депутатами, переспределили финансовый ресурс, увеличили финансирование суда порядка 315 миллионов. В сентябре планируем добавить еще 200, с тем, чтобы нам по итогам года сдать под 500 квартир, то есть, соответственно, половину квартала. Также в эти дни в регионе начинают отмечать один из главных национальных праздников – День Оленя. Ненецкий округ стал одним из первых на Крайнем Севере, где зародилась эта уникальная традиция честования тружеников тундры. День Оленя приурочен к окончанию самого сложного и ответственного периода летнего выпаса оленей и начала перекочевки стат на зимнее пастбище. Официальной датой Дня Оленя считается 2 августа, но праздник уже стартовал и завершится только 6 числа. В каждом хозяйстве формируется свой план. К празднику готовятся основательно. Проводятся соревнования по национальным видам спорта, прыжки через нарты, метание тензея и гонки на оленях упряжках, а также выступления народных коллективов художественной самодеятельности и рабочая встреча представителей власти и оленеводов округа. Кстати, праздник уже стартовал СПК «Харп» и «Рассвет севера». Сегодня эстафету приняли оленеводы СПК «Канин», «Дружба народов» и «Путильича». СПК «Индига» и «Жимском оленеводе Ко» оленеводов будут честовать 2 августа. 4 и 5 числа вертолеты будут возить гостей и подарки по семейно-родовым общинам «Малоземелья». А завершится День Оленя 5 и 6 августа на просторах Большеземельской тундры. Вообще не ем кто. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Дальше будет не менее интересно. Не переключайтесь. Нужна мужская сила. Помочь собрать спортивные и игровые площадки для маленьких воспитанников детского дома может каждый. Олег Хатанзейский расскажет подробнее. Нет управляющей компании, нет питьевой воды. Жители поселка Совхоз вот уже две недели живут в настоящем Средневековье. База «Строитель» реализует пиломатериалы длиной 4,6 метров. Цемент фасовки по одной тонне и 50 килограммов. Газосиликатные и пенополистирольные блоки. Металл в широком ассортименте. Утеплитель плитами и рулонами. Панеру, сухие смеси, эмали, водоэморсионную краску и многое другое. Магазин. Поселок Качгард. Улица 60 лет октября. Дом 30. Торговый отдел. Улица Заводская. Дом 2. Вход с торца. Второй этаж. Склад находится на территории лесозавода. Телефоны для справок. 8-911-654-1315 и 8-911-556-0425. Вкусные и сытные обеды всего за 200 рублей. Торты, пицца, пироги, свежий шашлык, полуфабрикаты, блюда на вынос, детский уголок, бесплатный Wi-Fi. Ежедневно с 9 до 19 часов работает закусочная. Прием заявок на проведение любых торжеств и мероприятий. Только сейчас скидка на аренду помещения 40%. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Столовый комплекс обедов. Улица 60 лет октября 57. Телефон 4-23-03. Мы продолжаем выпуск. В настоящее средневековье повергли коммунальщики сразу несколько семей, которые живут в поселке Совхоз. Люди вот уже две недели лишены питьевой воды. Спецмашина, которая доставляет, попросту перестала ездить. Чиновники это объясняют тем, что у домов нет управляющей компании. Соответственно, до них нет никому дела. Те, кто помоложе, воду набирают возле соседних домов. А пенсионерам приходится просить помощи. Приходится ли вообще экономить воду, так как понимаете, что... Ах, ах, обязательно экономим. Посуду лишний раз не помолете? Да. Соседка когда-то воды не было, идет. Четка, Мара, дай займы, ковшик воды. Ну, давай. Займы берете в воду перед деньгами? Да. Водички не одолжите. Эта фраза может показаться нелепой, но для Тамары Шевелевой она вполне жизненная. Для пенсионерки каждый литр воды теперь на счету. Посуду моют по необходимости. А большой стирки только мечтает. Для этого ресурсов нужно много, которых больше нет. К примеру, чтобы наполнить ведро воды, нужно идти в соседний двор. То есть вы за сколько времени преодолеваете этот путь? Ой, я ни разу туда не ходила, потому что мне не дать, я знаю. Вот так-то что. Иду пока с ведрами, с маленькими, да, обратно. Еще бы надо сходить, а машина тоже уехала. Мне сказали, что вы еще, оказывается, инвалид. Да. Хожу, задыхаюсь, инвалид второй группы. А лет вам сколько? 76. Без питьевой ВД этот дом оставили две недели назад. Тамара Васильевна рассказывает, недавно прошло общее собрание, на котором жильцы нескольких домов выбирали управляющую компанию. О четырех строении на встрече представителей не оказалось. Люди о нем просто не знали. Последствия таковы. Здания остались без управленца. Соответственно, по мнению коммунальщиков, подвозить воду к домам они теперь больше не обязаны. Накануне пенсионерка общалась по телефону с Еленой Сочневой. Представитель городской администрации ее успокоила. Она сказала, что в ближайшее время с проблемой разберутся. Мы решили проверить и позвонить ей лично. Вас беспокоит телеканал «Север». Меня зовут Олег Хатанзейский. Я вот сейчас звоню вам по поводу вопроса, связанного с жильцами домов 10, 9, 11, 12 по улице Совхозная. Люди вот жалуются на то, что до сих пор к ним воду не подвозят, уже как две недели. Можете, пожалуйста, объяснить, в чем ситуация, в чем дело вообще? Вы точно по адресу звоните. У меня управление экономики. Вам, может, в управление ЖКХ позвонить лучше? Впрочем, ее совет мы выполнили и позвонили в другое управление. Там нам сказали, что на имеющийся вопрос ответит начальница. Вам лучше перезвонить начальникам нашего отдела. Она подойдет немножко попозже. Можете немножко попозже перезвонить? Прошло пять минут. Мы пытаемся дозвониться вновь. Можно Филицаду Васильевну услышать? Она вышла. А вы сказали, что через пять минут перезвонить? Но ее нет пока. Следующий разговор нас приводит в шок. На другом конце трубки заявили, что такие люди вообще не работают. Попытка номер три. Звоним через очередные, наверное, даже не пять минут, а десять. Попытаемся узнать, на месте ли человек. Снова здравствуйте. Филицада Васильевна на месте. А у кого? Филицада Васильевна нужна. Кто? Филицада Васильевна. У нас такой нету Васильевны. Однако чуть позже вспоминают. Филицада Васильевна все-таки работает. Вот только на месте ее опять не оказалось. Перезвоните попозже. 0146. Попозже это когда? Минут через десять. А ее на месте нету, да? Нету. Ответ после длительных разговоров мы так и не получили. Кто отвечает за дома, которые оказались без питьевой воды и как быть людям? Кажется, что никто не знает. Все, что удалось нам выяснить, это вроде как пообещали через 10 дней провести общее собрание. На нем люди выберут управляющую компанию. После этого машина с водой вновь будет подъезжать к домам. Ну а пока в это время жильцам придется ходить по соседям и задавать очень такой необычный вопрос. Извините, водички не одолжите? Хорошо. Спасибо. Олег Хатанзейский, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Пока одни живут без воды, другие страдают от последствий, которые принесла ее разрушительная сила. За период весеннего паводка в Наринмаре было подтоплено 159 придомовых участков и 11 домов. Три из 29 заявлений граждан на оказание материальной помощи были удовлетворены городской комиссией. Остальные остаются на рассмотрении. Сегодня жители собственными силами восстанавливают постройки, приводят в порядок придомовые территории и не перестают ждать хоть какой-нибудь помощи от властей. До этой палки вот шла полностью, все это вода была закрыта. То есть это вот в коридоре у меня также была вода. Баня, сарай и вся придомовая территория Ольги Куркиной оказались затоплены. Вода дошла до черного пола и выше, до белого оставались считанные 5 сантиметров, рассказывает жительница. Больше всего пострадала баня. Полы перебирали в прошлом году. В этом придется делать все заново. Стиральная машина пришла в негодность, в сарае тоже жуткое зрелище. В углу мертвым грузом стоит почти новенький велосипед. Большая вода перевернула все вверх дном. Конечно, потихоньку собственными силами и средствами владельцы восстанавливают хозяйство. Но помощь городских властей не стала бы лишней. Материалы хотя бы какие-то. Ну вот дома разбирают. Ради бога, привезите доски. Мы как-то в порядок сами приведем. Материалы, они вообще этим не занимаются. А материальные, что? Скорее всего, ответ отрицательный. Но ответа никакого нет. Хотя Ольга Куркина предоставила в комиссию все документы на материальную помощь еще 2 июня, а ее представители приходили с проверкой в середине месяца, ответ она ждет до сих пор. Такая же ситуация и у соседа. Паводок унес забор и теплицу. Все пришлось восстанавливать. Если бы противопаводковые работы провели раньше, таких последствий удалось бы избежать, говорят жители. Ведь подсыпку песка начали делать в последний момент, когда вода уже вовсю подступала к поселку. Во время наводнения это ничего не помогает. Только отмывка денег или как, отмывка песка, как говорили. Потому что все равно его смоют или разнесут. Надо как-то капитально все сделать, подходить к этому вопросу. Может быть, какие-то насаждения ставить, чтобы вот это укреплялась земля, не размывала так каждый год. Вопрос о качественной, а главное, заранее проведенной подготовке к наводнению жители поселка Сахалин поднимают уже не один десяток лет. Но и в этом году власти города не предпринимают никаких действий. Здесь у нас бывали чиновники всех уровней, начиная от мэра и кончая клерками простыми. Показывали мы, рассказывали все, но вот два месяца лета прошло, пока сдвигов никаких. Сегодня старосты всех микрорайонов направили свои предложения по противопаводковым мероприятиям в мэрию города. Предложения наши были в администрации поданы. Те места проема, где размыло водой, засыпать, засыпать и обязательно сделать переезды через дамбы. Также было в администрации озвучено, и мы предложили, если садить, после отсыпки дам, садить деревья, хотя бы иву. Засыпать проемы, сделать переезды и посадить для укрепления иву – нетрудная работа. Но все упирается в то, что нет ни нормальных земляных подсыпок, ни валов. Поселку, как и всему городу в целом, нужны берегоукрепительные сооружения. Одним махом многолетнюю проблему могла бы решить дамба – надежное гидротехническое сооружение, которое исключило бы риск затопления. О необходимости такого сооружения говорят и представители власти. 24 июня в городе Наринмаре наконец-то принято изменение в новый генеральный план, в котором предусмотрено строительство дамб вокруг города Наринмара. В генеральный план внесли, но чтобы построить дамбу, необходимы серьезные инженерные изыскания, разработка проекта и внесение его в окружные программы. А главное – необходимо финансирование. В связи с этим говорить о каких-то сроках строительства сегодня не приходится. Впрочем, в администрации города уже готовят заявки на включение в бюджет следующего года сумм для подготовки и ликвидации последствий паводка. Так что пока жителям подтопляемых территорий остается уповать на то, что природа не принесет подобных сюрпризов в ближайшие годы. Алина Волучейская, Ирина Цепитова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Не остаться в стороне и помочь детскому дому. Наш телеканал обращает внимание всех неравнодушных жителей Наринмара. Детский дом сейчас нуждается в мужских руках, которые смогут собрать для его маленьких воспитанников спортивные игровые площадки. Олег Хатанзейский расскажет подробнее. Во дворе детского дома большая стройка для маленьких жителей. Педагоги для воспитанников готовят сюрприз. До их приезда здесь должен появиться новый игровой комплекс, которого так не хватает. Детские площадки закупили еще в прошлом году. Но до сих пор большинство конструкций лежит в законсервированном виде. Их просто некому собирать. В штате детского дома всего один рабочий, и в одиночку ему не справиться. Поэтому пришлось просить помощи у жителей города. Уже через несколько часов начали поступать первые звонки от граждан. Каждый хотел помочь. Кстати, вчера приходили молодые люди, которые просили их не называть. Сказали, что они тимуровцы. Но мы так окольными путями узнали, что эти тимуровцы работают в казначействе, на предприятии авиаотряда. Очень помогли, собрали в основном из спортивного оборудования практически все. Нам осталось только их скомплектовать, установить, залить бетоном. Они помогли совершенно бесплатно и без личной выгоды. Просто не остались в стороне. Благородный поступок совершило и предприятие «Наринмарстрой». Руководство, узнав о проблеме детского дома, направило в учреждение двух сотрудников. Им предстоит собрать игровой комплекс. И хотя рабочие не имеют опыта в подобном деле, их это совсем не остановило. Сейчас разберемся, посмотрим. Вам же было в своем наличии. Будем разбираться потихонечку. Вот сегодня мы приехали и сейчас до конца недели будем строить все здесь. Благородность все-таки есть какая-то, чтобы помощь какая-то оказывать по городу. Хоть кому, в детском доме. Вечером на помощь приедут еще одни добровольцы. Собрать предстоит многое. Поэтому любая поддержка для детского дома сейчас очень важна. Ведь дети из отдыха вернутся уже в конце месяца. И было бы здорово, если к приезду во дворе их дома появился бы новенький спортивный игровой комплекс. Предложить свою помощь можно по телефону, который вы видите на своих экранах. Олег Хатанзейский, Сергей Качегов, Телеканал Север. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин